Добрый день! Я не читаю лекции как таковых, а рассуждаю на тему, которую я обозначил. Это трансформация понятия мусульманской умы. Тема, я считаю, она безумно важная, потому что мало кто об этом говорит. И среди мусульман, и среди немусульман, среди специалистов. Это ключевое понятие вообще для мира, я считаю, для востоковедной науки. И я бы хотел поговорить о том, что же это вообще такое. И начать, может быть, с того, что это понятие претерпело за длинную протяженную историческую эпоху, во время которой оно используется, применяется, еще ближе, да, и за эту историческую эпоху оно претерпело очень большую, обширную трансформацию. Мало кто, говоря о предметах, которые связаны с этим понятием, задумывается о его исконном значении. Несмотря на то, что этот термин, он многозначен в своей основе, он встречается 64 раза в священном Коране и, казалось бы, имеет определенный смысл, как мусульманская умма, но не будем забывать, что его эволюция была не столь простой. Давайте обратимся сначала к изначальному этапу применения этого слова. Поскольку я ориентируюсь на то, что большинство из вас в той или иной мере знакомы с арабским языком, упомяну, что, естественно, как вы сами понимаете, это слово имеет три корневые. Первое – хамза, и потом первый мим и второй мим, гиминированный мим, и он связан с одним из древнейших терминов родства – ум, мать. Умма с добавлением, с переводом этого слова в женский род. Я имею в виду, как он выглядит. И оно имеет широкие параллели практически во всех семитских языках, в том числе в древней сафаидской надписи на севере Аравии, одна из первых надписей для арабов. Что даже дало возможность некоторым специалистам говорить, что, может быть, это слово откуда-то заимствовано из еще более древних языков. Но в любом случае оно обнаруживает широкие параллели. Это и аккадское слово – умман, народ или армия, это угорицкое – умт, что значит семья, это арамейское – умма, нация, раса, народ, и эфиопское – аммат, и что значит племя, народ, природа, намерение, и сирийское – амума – это форма, и аккадское – соответствующее слово, и так далее, и так далее. Теперь посмотрим средневековые арабские словари, как появилось это слово. Ну, один из таких хороших словарей – это Лисан-Уль-Араб, имама Ибн-Манзура. Он хорошо иллюстрирует многозначность этого термина в то время, в средневековье. И как пишет арабский лексикограф, он говорит о двух вариантах этого имени, можно по-арабски, как, наверное, некоторые из вас знают, сказать и умма, и имма, это одно и то же. Вот, он говорит, что умма или имма – это шаразно, если бы Аллах захотел, Он сделал бы вас одной уммой или одной общиной. Кроме этого, близкое к умма слово имма означает также, как арабские словари средневековые говорят, является синонимом слова халь или шаан, то есть положение или состояние. Кроме того, по Ибн-Манзуру умма – это еще, как он говорит, аль-карну минан-нас, то есть это поколение или век людей. Не просто век, а век людей. Люди, которые живут в течение определенного срока. Или говорят, как сказано в словаре, то есть прошли уммы или прошли века. И говорится, что у каждого пророка есть своя умма, которой он неспослан, то есть включая и верующих, и неверующих. Говорят, умма пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи васалям, это все, кому он был неспослан. Из тех, кто уверовал и кто еще не верил и не стал веровать. Или говорится, у каждой уммы есть свой посланник. Кроме того, говорится, каждое поколение людей – это отдельная умма. Или оно умма аляхида. Надо сказать, что очень важно, что многие не знают из тех, кто сегодня занимается арабским языком или вообще исламом, не понимают, что слово умма относилось не только к людям, но и ко всему живущим, ко всем животным, к живым существам. Опять вернемся к словарю имама Айбн Мансура. Имам пишет, аль умма, аль джилю валь джин сумин кулли хай. То есть умма – поколение и вид всего живого. Или можно это перевести как всякий вид животного умма. В Коране говорится, нет ни одного животного на земле и птицы, летающие на крыльях. Это мой собственный перевод. Чтобы они не были одной уммой, подобно вам. А в хадисах пророка сказано еще более ярко. Если бы собаки не были уммой, как и все остальные, я повелел бы убивать их. Понимаете, собаки. Есть представление, что мусульмане чуть ли собак не считают нечистыми существами, хотя люди гораздо более нечистые, чем собаки, если так по-человечески сказать. А оказывается, пророк говорил, что если бы собаки не были уммой, то я бы повелел их убивать. Он этого не делал. Пророк, как известно в одном из хадисов, велел собаку, упавшую в колодец, вытащить и сохранить ей жизнь. Кроме того, в хадисах сказано «муравьи умма из умом». Это значит, что существует община умма и собак, и муравьев. Очень неожиданно. Но это сказано. Слово «умма» используется и в значении слова «имам». Это эквивалент имаму. В Коране сказано «Инна Ибрагима кана умматан канитан лилля». Имеется в виду, что Ибрагим был имамом, предтечей, предварителем в единобожии. То есть данный аят следует переводить, на самом деле, как «был Ибрагим имамом, покорным Богу». Кроме этого, умма еще означает «осанка», «лицо», то есть «гайа» или «кама». Говорится о человеке. «Инна ухасанун умматальвача», он красив лицом. Или «кабихан умматальвача», или уродлив, страшен физиономией. Кроме этого, умма – это также человек, который вобрал в себя благо. Это еще и время и срок. Опять же, как сказал Всевышний. Если мы отсрочим наказание до определенного времени. Но это еще не все. Умма – это еще и повиновение, то есть эквивалент или синоним слова «аттаа». Это еще и ученые, «аль-алим». Это еще и группа и община, то есть «аль-джамаа». Или «умма-туллах халь-куху». То есть «умма Аллаха» – это его народ. И поэтому автор знаменитого толкового словаря арабского, английский арабист Лейн, заключал, что умма – это люди определенной религии и люди, к которым не спослан пророк, в том числе верующие и неверующие. Можно заметить, изучая и Коран, и хадисы, многообразие контекстов, в которых это слово употребляется. Как считает автор одной из статей к энциклопедии «Ислама» Паре, это слово относится к этническим, лингвистическим и религиозным группам людей, которые являются объектами божественного спасения. То есть все являются объектами божественного спасения. И здесь очень интересно. Мы сейчас переходим к вопросу о трансформации. Можно видеть, изучая историю и жизнь пророка Мухаммада, что в первый период своего пророчества Мухаммад рассматривал своих мекканских собратьев, мы о Мекке говорим, как закрытую умму. То есть в умму входили только те, кто в Мекке, значит, вокруг него объединялся. Потом, когда он перебрался в Медину, он объединял в эту умму уже всех мединцев, арабов-мединцев, включая и немусульман. То есть и христианские, и даже иудейские племена, которые потом стали его самыми главными противниками, поскольку они не хотели принимать ислам, и они включались в эту умму. Вот понятие уммы, если оно сначала было аморфным, и вообще там были все, да, и муравьи, и все животные, и так далее, потом это, значит, мекканские арабы, потом это все мединские арабы, включая последователей даже других религий, естественно, и многобожников тоже, хотя там были в основном иудеи, а также христиане, и всех тех, кто еще не обратился в ислам. Потом, когда он вернулся уже в Мекку, критериями включения в умму стали уже религиозные и этнические качества. Вот это первая трансформация уммы, то есть уже вторая, первая, когда это стали мединцы, это умма как сообщество арабов-медины, после того, когда они были мекканцы, потом это мединцы, а теперь оно уже из арабского понятия, объединительная арабская, так сказать, объединяющая община, она стала мусульманской общиной. То есть последующая трансформация после того, когда пророк вернулся в Мекку победителем, это уже стала умма-мусульман. И надолго стала умма-мма как община мусульманская. И здесь придем к толкованию очень важного слова умми. Умми. Оно тоже неоднозначно. В современном языке умми означает что? Кто мне скажет? Неграмотный. Совершенно верно. Неграмотный встречается, сейчас поговорим о неграмотности. Вот этот умми встречается в Коране неоднократно. И в том числе в качестве эпитета пророка Мухаммада. Салям, салям, седьмой суре, аят 157-158, сура преграды. Говорит цару Расулю на биюль умми. По мнению арабских, большинства арабских лексикографов, не разбирающихся в теме, прямо скажем, этот эпитет использован потому, что пророк не владел грамотой. И поэтому в переводах говорится, что он был неграмотен. Это неправда. Неправильно. Конечно, такое суждение принадлежит более поздним комментаторам, которые не вдавались в этимологию. Они просто, ну, умми, умми, понятно. Он же не писателем, получал откровения божественные. Они могут ссылаться на отдельные хадисы, где есть противопоставления. Например, один только хадис практически. Где говорится, То есть каждый мусульманин либо как бы неграмотен, как бы, что я считаю неправильный перевод, либо кятиб, то есть пишущий. Он либо пишет, либо он не умеет. Но на самом деле здесь есть коннотация со священным писателем. Кятиб – это не то, что он пишет, да, что-то. А имеется в виду, что кятиб в том смысле, что он знаком со священным писанием. То есть аль-китаб. Он знает аль-китаб. Или он не знает. Или он умми. В том смысле, что он невежественен в смысле знания единого Бога или знания писания. Здесь противопоставление. А не в том, что он может там ручкой что-то или там пером, да, калямом тогда написать что-то. И тот же Паре, который я упоминал, он приводит аналогию, проводит между этими аятами, аятом номер 2 из Суры 62. Это собрание, где говорится, что Аллах послал к уммиюн, тех, кого он называет уммиюн, посланника из их числа. И совершенно очевидно, что речь идет не о неграмотных людях. Понимаете, какие-то люди вообще глупые сидели, и Аллах выбрал из их числа человека и сделал его пророком. Последним самым пророком Бога на земле. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что это были люди, которые не знали единого Бога и не знали писания. И это подтверждает аят 78, Суры 2, корова. Среди них есть уммиюн, там сказано, я по-русски говорю, для ясности, которые не знают писания. То есть уммиюн – это люди, не знающие писания, не в том смысле, что они неграмотные. Соответственно, и к пророку применять этот термин нельзя, такой перевод. Это, конечно, нельзя сказать, что это язычники, но это люди невежественные, что в каком-то, как говорится, и не необразованные, совсем другое. Они могли быть, как могли быть вообще арабы, быть необразованными, если они не знали писания. Посмотрите на Муалякат, на доисламскую поэзию. Это чудо, это вершина вообще поэзии, просто вершина. Посмотрите на переводы. Не было еще ислама. И этих людей можно назвать необразованными, что ли? Какая глупость. Понимаете? Это невежественные в том смысле, что они не знали Бога, и они не знали писания. Поэтому это в каком-то смысле то же самое, что джагилия. Джагиль не в том смысле, что он там тупой, да? В том смысле, что он джагиль, он не знает Аллаха, не знает писания священного. И поэтому в хадисах встречается выражение «Аль умма туль уммия», то есть невежественная умма в том смысле, что это умма, не знающая писания. Иначе говоря, арабам был не спослан пророк, который вышел из их среды, из среды людей, не ведавших священного писания. А если вчитаться в аяты 156-157-7 преграды, то можно еще предположить другое толкование. Эпитет умми, применительно к пророку, запись о котором люди найдут в Торе и в Евангелии, это деливат от уммы. То есть это пророк уммы. Но ни в коем случае не человек, который не умел читать и писать. И переводы, которые есть во многих переводах и хадисов и в тавсирах на русском языке, он совершенно не годится никуда. Это неправильный перевод и, более того, искажающий суть очень важную для понимания ислама. В новое и новейшее время перепрыгнули дальше к трансформации. Новая многозначность. Посмотрим на мусульманских реформаторов 19 века. Мухаммада Абда Джамалиддин Аль-Авгани. Умма эта превратилась в символ пан-исламистского проекта. Когда в 1924 году был упразднен османский халифатист, было новое движение халифатистов. Оно, наверное, если кто историю знает, оно хорошо известно. Тем более, что халифатизм был поддержан очень широкой татарской интеллигенцией, духовенством российским. Поехала на халифатистский конгресс. Но он был не халифатистский, он был всемусульманский конгресс в Мекке. Поехала духовенство в основном татарское. И понятие уммы стало таким объединительным для всех мусульман. То есть такое трансграничное понятие появилось. Вот давайте всех мусульман объединим, и вот тогда будут все хорошо жить. Такой пан-исламистский проект. Есть проблемы, колониализм, воины, беды на мусульман налетели как вообще всю жизнь. И вот если всех объединить, мусульман, умма возникнет, трансграничная умма, тогда будет все хорошо. Противоположность этому трансграничному проекту номер один, возник проект номер два в арабском мире. Национальное движение арабов. У них исламизм был компонентом их новой уммы, но в основном эта умма совпадала с европейским пониманием нации, как общая арабская. Вот всех арабов давайте объединим. До сих пор эти движения, они конкурируют. Есть исламский проект и национальный проект. Они все время то один побеждает, то другое. После, кстати, Второй мировой войны тоже побеждал светский национализм. Возьмите баасистов, насыризм, арабских националистов. А временами, значит, побеждает то, что мы видели в последние годы. Мы об этом потом в конце поговорим. И учитывая эту тенденцию, англичане, когда боролись с турками во время Первой мировой войны, не пообещали мекканскому шерифу Хусейну, кашемиту, кашемитскому шерифу, великому шерифу, как его называли. Они ему пообещали создать великое арабское государство. Машики всех объединить, создать одну державу и вот во главе поставить этого кашемита. Потом они его, как всегда, обманули. На вашем молодежном жаргоне кинули бедного шерифа и этого государства не создали, а создали систему мандатов, закабалили государство Машика. Естественно, что в те времена эта умма имела как бы две коннотации. Было два понятия. Умма как нация, вот в современном понимании. Мы можем сказать, что у нас российская, да, у нас есть понятие. Российская нация, тут русские, татары, чеченцы, все остальные. Это умма. И вот это такая же была умма, так сказать, у арабов, потому что когда появился арабский национализм светский, там ведь были и христиане, и создатели баасистского движения, движения арабских националистов, палестинцы первые, они были христианами. И вот эти все борьбы исламистского понимания уммы и арабского националистического, они как бы соперничали. Если мы посмотрим на созданное на Аравийском полуострове новое государство Саудовской Аравии, 20-е годы, воодушевлявшиеся идеями Мухаммада Абдул-Вахаба, ваххабизм, оно первоначально имело такие экспансионистские амбиции всех объединить, уж во всяком случае в Аравии всех, а то, может быть, и за Аравию выйти. Но постепенно, когда было понятно, что селенок не хватало у Абдул-Азиза, у короля Абдул-Азиза, то оно замкнулось в границах, которые были договорены с соседями, там с Ираком, стран Саордании, там англичане сидели мощные, не давали, так сказать, ему туда залезть. И первые попытки Ихванов, Ихванской общины, на которую опирался Абдул-Азиз, а потом начал их бить по голове, туда проникнуть, они, в общем, были блокированы, Абдул-Азиз подписал договора с англичанами, с ираком, с иракскими властями колониальными, с трансаорданскими, и, в общем, как бы замкнулся в своих границах. И вплоть до 60-х годов XX века саудовский ислам вообще не предпринимал никаких попыток экспансии, даже на мусульман. Не было ни ваххабитской экспансии, никаких международных таких трансграничных организаций мусульманских, которые бы протягивали свои, так сказать, щупальца везде. Как это происходит в наше время? Спасибо, это очень правильно. Я сделаю сам. Вот. А теперь, значит, смотрите, еще одна страна, Пакистан. Он в 44-м году отделился от Индии, как исламское государство. А Индия была полиэтнической. У нее были периоды, когда командовали мусульмане, да, там, дылийский султанат был, были периоды другие. Вот Пакистан отделился. Он тоже не стремился к расширению своей государственности, хотя поначалу у него был восточный и западный, да, Пакистан. И слово-то было странное, оно раньше не употреблялось. Пакистан, собственно, неологизм. Государство мусульма. И потом уже отделился восточный Пакистан, стал Бангладеш. Потому что бенгальцы не хотели жить под этими правителями. И более того, очень забавно, что, несмотря на то, что главное, на территории нынешнего Пакистана, главный район был Панджабом, панджабцы были, собственно, главной этнической группой. И вроде бы их язык был группой главных. Ну и Белуджи там были и так далее. А государственным языком стал язык мухаджиров. Это те индийцы, мусульмане, которые приехали с территории, собственно, нынешней Индии, переселились в Пакистан, поскольку раздел произошел по конфессиональной границе. И они стали господствующей группой. И язык государственный Пакистана – это тот же Хиндустань. То есть хинди, если кто-то из вас изучал или изучает. И урду, они пользуются разной графикой, есть небольшая разница, но, в принципе, это язык мухаджиров, которые такие же, как индийцы, только другой веры. И они так, Саудовская Аравия, Пакистан, так и остались два государства в истории, которые образованы, по сути, по конфессиональному признаку государства на религиозной основе. Это государство ваххабитов, это государство индийских мусульман, по сути. А вот в 40-х годах, если мы посмотрим на усилившиеся движения светских арабских националистов, для них высшей целью было объединение не мусульман, а арабов, но ислам был важным компонентом их идентичности. Но важно, что туда включались и все меньшинства, и конфессиональные, и христиане, и все, кто угодно. И даже поначалу иудеи было все нормально до того момента, пока не появился Израиль, не стал восприниматься как агрессор, и тогда уже иудеи, собственно говоря, в основном из арабских стран почти все уехали в Израиль. Это была большая трагедия для арабов, но, тем не менее, тоже такой элемент трансформации. Иначе говоря, у националистов арабских снова произошла новая трансформация. Если много веков, как я говорил, уммой стала исламской, все мусульмане, а теперь обратное произошло движение от мусульманской уммы к арабской, то есть для баасистов, насыристов и так далее, умма уже стала умма арабов, а не умма мусульман. И поэтому лозунг арабских националистов, вот у Сирии сейчас, да, наш друг Башар Асад, лозунг баасистов, умма арабия вахида за три сала халида, то есть единая арабская нация, обладающая вечной миссией. И три компонента свобода, единство, социализм у баасистов и у насыристов это такая попытка возродить, использовать, манипулировать пониманием уммы как консолидирующим элементом, элементом солидарности, вдохнуть в него новую жизнь. А радикал-исламизм, появившийся как противовес этому национализму, считал иначе. Вот есть такой идеолог радикального ислама Саид Кудб, его казнили в Египте в 1966 году, как раз когда я был там студентом, я это очень хорошо помню, совсем молодым. Вот он говорил, что умма – это не только территория, которую занимает ислам, и не отечество людей, предки которых когда-то жили в прошлом в соответствии с исламским образцом. Мусульманская умма – это сообщество, али-джамаа, людей, вся жизнь которых в ее интеллектуальном, социальном, экзистенциальном, политическом, моральном и практическом аспектах основана на исламском образце, то есть минхаджи. Вот если вы взрывете по этому минхаджу, тогда вас можно отнести к мусульманской умме. А если вы просто сходили в мечеть или там, я не знаю, даже помолились, или там пост соблюли, вы не мусульманин, потому что у вас минхаджа ваш, этого нету, полного минхаджа, по которому вы живете. И вот эта пан-ишламистская линия, она получила развитие уже в наше время, в концепциях там, скажем, хизбут-тахрир али-ишлями, такое достаточно умеренно радикальное движение, я бы сказал, радикальное, но гораздо менее радикальное, чем пресловутые запрещенные у нас ИГИЛы, да, аж исламское государство, побитое сейчас сильно, но это та же самая концепция пан-исламистская на основе какого-то минхаджа, который получает извращенное, жестокое и, в общем, очень неприятное толкование. Но появилась и другая тенденция, которую называют специалисты, ее можно назвать как уммаизм, то есть общественно-политическое течение, основанное на концепции уммы. Это новое совершенно движение создания глобальной уммы, в которую входят те мигранты из мусульманских государств, которые живут в Европе и еще где-то, да, везде, по всему миру. Это связано именно с тем, что общины мигрантов стали играть огромную роль в мировой политике, особенно в Европе. И поэтому это явление стало объектом пристального исследования исламобеда. Ну а что это такое? Вот это уммаизм, да? И стали они размышлять, а как понимать эту концепцию новой уммы применительно к тому, что пишут европейские мусульмане. Разброс мнений широк. Французский исламовед Оливье Руа говорит о, вот рассматривая эту, собственно, эволюцию понятия уммы, это, я бы сказал, что это миграция понятия умма происходит. Сама миграция понятия вместе с миграциями мусульман. Они иммигрируют и понятие ум. И вот во что оно мигрирует? Ну превращается, как считает Руа, в некую деэтнизированную и детерриториализированную ислам. С другой стороны, оно за него, а в то же самое время Руа считает, что это такой абстрактный универсум, потому что эти общины, они часто утрачивают связь с теми культурами, из которых они вышли. И поэтому вот этот уммаизм, он является единственным консолидирующим элементом. То есть там турок в Германии, да, который уже забыл, где Турция находится, таких много достаточно, или алжирец во Франции, вы знаете, все время говорят, что вот алжирцы там в пригородах Парижа, они живут своей жизнью, и там не совсем так, что они не интегрировались, не совсем так. Они даже говорят на специфическом французском жаргоне, они не по-арабски между собой говорят. Есть, которые говорят на алжирском диалекте, вообще никому непонятном, жуткий диалект, если для арабистов, когда столкнетесь, придете в ужас. Я ничего не понимаю в алжирском, хотя несколько диалектов знаю хорошо. И вот они говорят на таком вот специфическом французском арго, что удивительно, что свидетельствует об утрате ими, частичной утрате идентичности прежней и связи со своей прародиной. Они французы все равно, но своеобразные французы. И вот этот умаизм, он является консолидирующим, объединяющим, и в этом его новая трансформирующаяся роль. И есть и другие точки зрения, насколько вообще есть политическая коннотация у этого термина. Одни считают, что это транснациональное политическое сообщество, умма, другие считают, что это не так. И мы видим, что в определенных моментах консолидация выходит на первый план. Несмотря на то, что они разобщены, разрознены и живут в национальных квартирах, французы, мусульмане, там немцы-мусульмане, англичане-мусульмане, там в основном пакистанцы, понимаете, они все-таки в своих государствах живут. И чем дальше поколения пойдут, тем дальше они больше будут становиться интегральной частью своих национальных сообществ. А тем не менее, есть элементы, когда происходит выплеск консолидирующей энергии. Ну, например, помните, когда было карикатурное дело знаменитое, когда все мусульмане поднялись в Европе, ну не только в Европе, но и в Европе тоже, поддержали протесты против карикатурного пророка. Это такое вот религиозное товарищество возникло. Значит, идентификация суммы, она явно имеет какие-то политические коннотации. И один из специалистов, Рональд, нет, он не Рональд, он Роберт, Роберт Сондерс, приходит к выводу, что мусульманскую умму можно даже считать нацией. И как тут не вспомнить Сейта Кутпа, который сказал, у мусульман нет другой нации, кроме ислам. С чем мы не согласны, но тем не менее, есть такое функциональное понимание нации. Или, как говорится, говорят, содружество общих чувств. То есть, с одной стороны, есть идентичность со стороной пребывания, с другой стороны, возникают элементы, как я сказал, элементы солидарности. Вот эта бунтовавшая молодежь парижских предместей, которая говорит на старом жаргоне французского, в то же время, значит, там ведет себя несколько иначе. Еще один специалист, Карич, он сравнил парадоксальным образом европейских мусульман со стадии, которую прошли европейские евреи, когда они боролись за, как он пишет, институты, с помощью которых хотели сохранить свою религиозную и культурную идентичность. То есть, массовое политическое движение сионизма, оно собирало евреев разных, которые вроде бы уже давно забыли, кто они. И для них антисемитизм стал цементирующим элементом. Он помогал собрать их воедино. И то же самое, как он считает, что вот исламофобия, элементы, которые сегодня мы видим в Европе, она тоже помогает консолидировать мусульман и объединить их в рамках какой-то идентичности. Хотя, в принципе, ясно, что поворота к созданию какого-то единого исламского сообщества – это иллюзия, этого ничего не будет. Но, тем не менее, вот это чувство виктимизации у мусульманских иммигрантов в Европе способствует умаистской солидарности. Эта солидарность может даже противостоять каким-то устойчивым политическим идентификациям. Еще важно, как, конечно, относятся к мусульманам в том или ином государстве. В одних государствах есть попытка их насильственно ассимилировать. Ну, скажем, французы, у них интеграционистская модель очень сильная. И даже Руа говорит о так называемом виртуальном гетто, чтобы отчуждение вот это не возникало, как протест против этой насильственной ассимиляции. С другой стороны, есть и мультикультуралистская модель. Например, в Голландии они насильственно составляют детей определенных этнических групп учить язык своей прародины. Ну, представьте себе, что где-нибудь в Голландии живет татарская семья, и ребенка, который хочет быть таким же голландцем, как все остальные, это его право. Так же, как я встречал массу русских в Америке, которые ходят в церкви, но их дети ни слова по-русски не знают. Они не хотят, им не нужен русский язык. А вот религию они сохраняют. Очень похоже. И вот, представьте себе, в Голландии сидит, и вашего ребенка будут заставлять учить татарский, который он не хочет, потому что он ему не нужен. Так же, как русский не нужен русскому, живущему в Сан-Франциско. Это его право. Здесь заставляют учить, чтобы сохранить вот этот мультикультуралистский аспект общества. Ну, при полной, конечно, лояльности государству и определенным ценностям, которые имеют все-таки в основе, как правило, конечно, христианский характер. И вот экстраполируя этот опыт, конечно, можно порассуждать о проблеме так называемого параллельного общества. Это сложная проблема, которую рассматривают ученые. Я не буду об этом долго говорить, потому что у нас еще небольшое время только есть. Я еще чуть-чуть, так сказать, поговорю. Но, тем не менее, посмотрим, что есть разные динаминации у мигрантов. Если мы посмотрим на нашу страну, и вот, скажем, для Татарстана, это мигранты из Средней Азии, из Кавказа, вот какая динаминация господствует? Географическая, религиозная, этническая. То есть человек как себя идентифицирует? Если он живет уже здесь, он рассматривает себя как там курт или тат, или кавказец, или мусульманин, или как. Понимаете? Это тоже очень сложное соответствие взаимодействия религии и этничности. Оно, в общем, вряд ли возможно. Вряд ли возможно. Но тут есть о чем порассуждать, но я вынужден дальше пойти, потому что у нас возможности долго говорить обо всем нет. Интересно, что мы сегодня, если посмотрим на исламский мир за рубежами нашей страны, мы видим, что разобщенность в рамках даже вот этих умаистских представлений, она очень велика. Посмотрите сегодня на те линии раскола, которые в арабском мире существуют, между Катаром и Саудовской Аравией, между братьями-мусульманами и другими исламскими государствами, между шиитами и суннитами, особенно в рамках самого суннизма, гораздо острее, чем между шиитами и суннитами. Кто такие неофундаменталисты? Кто такие фундаменталисты? Я только обозначу некоторые темы, о которых можно было бы читать бесконечные лекции. Я не хочу вас утомлять. Я, наверное, вам уже немножко этой темой и наскучил. Я хочу только подводить итоги. Нужно только, говоря о термина ума, нужно подчеркнуть исходной для ислама концептуальную неоднозначность этого термина. Все его понятия ограничены функциональными особенностями того времени, когда оно употреблялось. Там, я не знаю, 7 век – это одно, 10-е – это другое, 15-е – это 3-е, 19-е, 4-е. Мы живем с вами в другую эпоху. Естественно, каждое значение ограничено контекстом времени. Неполитизированное, несалафитское сужение значения термина не соответствует, что важно для нас, заложенному в нем исламским вероучением, глубокому гуманистическому смыслу. Я бы сказал, не только это подчеркивает гуманистический смысл самого ислама, но даже более чем гуманистический. Гуманизм – это то, что связано с человеком. А если пророк говорит о том, что умма может быть уммой животных определенного вида, это настолько глубоко заложенное уважение ко всему живому на земле, которое нужно понимать, говоря об исламе, независимо, кто ты, мусульманин или не мусульманин. И это соответствует самой концепции, заложенной в исламе, что все люди были когда-то одной уммой, как говорит Коран, а потом разделились по воле Творца, они сами разделились. И каждой умме был ниспослан свой пророк, и верующим, и неверующим тоже. Поэтому накладывать сегодня какие-то неправильные атрибуции на вот этот процесс, это дело безнадежное, неправильное. И палитра слов, концепций и мнений в столь проралистическом сообществе, каким является интеллектуальный мир ислама, было бы неверным. И на этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!